Я бы хотела высказать слова соболезнований и поддержки нашему лидеру, Владимиру Владимировичу Путину. Я нигде не заявляла громко, что я член его команды. Я не кричала на площадях об этом. Но сегодня я хочу об этом сказать. Я член его команды. Команды российского народа, который вместе с ним. Потому что для него это удар в спину. Я считаю, что Явлинский это вообще судьба России. Это просто так выпало, так получилось, так повезло России, что есть такой человек, как Григорий Алексеевич, что он среди кандидатов, что он благодаря своему участию задает очень высокую планку требований к кандидату, что он создает возможность сравнения. И, конечно, если бы выбор пал на него, а мне бы очень хотелось на это надеяться, то я думаю, что Россия перемахнула только с одним избранием одного человека на пост президента. Перемахнула бы сразу через несколько десятилетий. Она была до 1995 года, я посмотрел биографию, членом КПСС. Потом она была членом партии Яблок. Одновременно со мной. Я был членом партии Яблок и вместе со мной Елена Мизулина. Я ее помню отлично. Она была членом партии Яблок и рассказывала все эти вещи про то, как Григорий Алексеевич лучший человек в мире. После этого, в 2001 году уже, она вышла из Яблока, сказала ей, что ей стыдно быть в Яблоке. Вот только что она говорила, что Явлинский единственный, потом ей стало стыдно быть в Яблоке. Она перешла в СПС. Она была до 2003 года в СПС. Через какое-то время она вышла из СПС. Ей тоже там стало плохо. СПС вылетела из Думы. Ей моментально стало плохо. И она вступила в справедливую Россию. Она была в какое-то количество времени в справедливую Россию, после чего она покинула справедливую Россию. И вот сейчас она присоединилась к команде Путина и поет ему потрясающие хвалебные дифферамбы. Дорогая Елена Мизулина, ваша политическая позиция не может быть извращена, потому что ваша политическая позиция характеризуется исключительно двумя словами – политическая проституция. Вы будете переживать, вы будете жаловаться на меня в прокуратуру, но вы, Елена Мизулина, не сенатор, не слуга народа, а политическая проститутка, которая сидит на нашей шее. Помнишь, Мизулина жила, Массы к духовности звала, Знай же, когда любовь придет, Что хочешь, только не в рот. Я тебя своей Мизулиной зову, Как прекрасна эта сказка в Нареву. Если хочешь, то понравственней скажи, Прошепчи акафист и лежи. Даже когда бушует май, Ливчик ты на ночь не снимай, Шубой плотнее обернись, Зажмурься и отвернись. Я тебя своей Мизулиной зову, По волнам твоей духовности плыву. Хорошо, что это нравится тебе и мне, Только в тишине и на спине. Я тебя своей Мизулиной зову, И лицо ее я вижу наяву. Теплый подник ты до носа натяни, Прочитай обои и усни.